всем добрый день видео называется по заявкам телезрителей последнее время часто меня спрашивают чем я отапливаю теплицу и что у меня за теплица потому что новые новые подписчики прибывают кто-то не смотрит предыдущие там первые видео и не понимает где же происходит зимой все вот это вот что я показывал смотрите вот она теплица внутри она имеет вторую пленку которую я повесил вот на такие дуги 20 на 20 один конец дуги у меня прикручен к стойке по саморезам видите вверх у меня вставлен тоже профиль только 15 ну такой вот где-то штырек здесь наварен по 20 сантиметров и на него он нанизан сейчас покажу саму теплицу так сама теплица имеет размер 42 метра вот там она заканчивается там вот проход у меня и там вторая теплица еще 42 метра но он те маленькие в конце это балаганчики стоят 42 и ширина теплицы 10 метров вот сюда у меня выходит дымоход раньше он проходил через всю теплицу сейчас расскажу почему вывел его суда предусмотрено на теплица боковые боковое проветривание тут будет ставится труба и подъемники которые будут поднимать бока двери на дверях занавеска чтоб меньше сквозило прикручено вот такие вот штуки чтобы меньше тянуло с дверей в общем отопление для отопления используем используем вот такой самодельный котел который имеет внутри камеру сгорания и сверху имеет рубашку вот эту рубашку загоняем воздух вентилятором сейчас скажу его мощность вентилятор канальная производительность 2100 метров кубических час то есть мощный насос ой мощный вентилятор который вот сюда загоняет воздух прогоняет его сквозь печку и выгоняет и вот сюда тут выгоняет примерно 100 градусов вот отсюда вот по таким как он называется трубы не знаю ли что он идет а вот тут у меня сделано выходы из выхода у меня пошел вот такой полезный полиэтиленовый рукав который на всем протяжении теплицы проходит горячий воздух по этим рукавам и они работают как батареи то есть они отдают по всей своей длине тепло и на выходе у меня из этих труб у меня там где-то около 30 градусов уже температура воздуха заходит в общем сюда около 100 градусов там может быть поменьше крайние там около 80 градусов воздух заходит и пока доходит охлаждается до 30 градусов соответственно тепло равномерно отдается по всей трубе и на выходе ну нормальная температура там 25-35 градусов кто-то мне говорил сделать дырки если здесь дырок понаделать ну тогда в конце будет холодно вот так вот так дальше значит отапливаю я вот такими гранулами это называется пилеты и производят у нас тут в станице это из швухи подсолнечника стоимость вот таких пилет в сезон сейчас 4 рубля 50 копеек вне сезон я покупал их по 3.50 ну а летом когда вообще не сезон их можно купить и по 2.50 и по 2 рубля сейчас ажиотаж просто на них и поэтому цена и сам завод отапливает свои помещения вот этой вот этими пилетами и поэтому спрос есть а спрос всегда повышает цену дальше дымоход у меня значит 20 диаметр 20 сантиметров ведь он аж такого накаленный чтобы меньше тепла уходила в трубу я повесил который работает на три положения раз два три и вот этот вентилятор дует на трубу соответственно какая-то часть тепла снимается с трубы и уходит туда в теплицу но опять же он создает циркуляцию воздуха в теплице так по автоматике сейчас покажу автоматику автоматика значит вот этот у меня регулирует вот видите тот вентилятор который выдувает воздух то есть я могу сделать меньше могу но обычно у меня на девятке стоит подача у меня включается вот этой кнопочкой вот я могу подачу выключить и у меня работает только лишь поддув и могу подачу включить подачу регулирую вот этим таймером то есть я выставляю секунды и выставляя обороты сильный холоде обычно ставил 15 секунд и два оборота сейчас на улице минус 5 я ставлю 15 секунд и один оборот вала оборот вала это вот он видите раз один оборотом прокрутил взял шнеком и подал камеру сгорания минимальное количество но этого достаточно чтобы там поддерживать очень высокую температуру так дальше вот такая вот система питается понятно что от 220 на случай выключения света у меня стоит таймер который меня оповещает что свет выключился ну и плюс у меня стоит тут система ингбирт по которой я на телефоне в приложении в любое время на случай выключения у меня еще вот видите стоит этот как повербанк который еще какой-то ну я не знаю может наверно даже сутки он может там 12 часов я думаю точно хватит питать этот ингбирт прибор я могу видеть температуру там поминутно какая у меня в теплице также в теплице использую теплый пол вот у меня два коврика по 12 метров на котором там проращиваю черенки так ну вот смотрите на улице сейчас минус один а в теплице у меня 27 градусов сейчас но это возле трубы а вот у меня термометр ингбирт здесь у меня 26 58 влажность раньше у меня труба была вот она видите через всю теплицу проходила и выходила там вот в конце но вот видите что вы вот смотрите это пепел она забивалась пеплом ну и в общем я отказался от этой идеи и трубу укоротил принципе и так температуру нагоняю достаточную для того чтобы здесь выращивать саженцы эту теплицу использую для саженца следующая теплица у меня там немножко другой котел и там мне надо не надо поддерживать там 20 градусов в ней там у меня теплица для самая она на следующем видео покажу потому что сильно длинно получится захотите обзор на тот котел сделаю в следующем видео ну все вот видите танцы трубу дует как вентилятора и вот на конце труб у меня сейчас 31 градусов вот такая вот система вот где-то образуются такие вот пузыри бывает что их просто беру их сливая вот ведь ну конденсат ну как бы он мне тут абсолютно не мешает то есть все что капает в крыше теплица он капает вот на эту пленку он не капает на саженцы них видите листик чистенький сухой а капает на вторую пленку солил и хорошо ну такая вот система зимнего выращивания я считаю что очень даже комфортно мне не надо вставать ночью смотреть подкидывать дров все остальное есть конечно какие-то риски что затухнет там забьется вот как сегодня ночью там забилось у меня этим пылью и подача была очень маленькая и температура упала но приехали выбрали оттуда все гранулы прогнали принудительно всю эту пыль ну и нормально все заработало конечно в идеале поставить я планирую может быть в этом году на эту и на ту теплицу поставить по три вулкана и к ним подвести паровой котел который будет отапливаться с помощью газа но это уже совсем другая история если я это реализую я вам это все покажу но пока что все вот так растет он эти малина уже цвела и он последний раз показывал да уже смотрите на ней завязались и ягодки видите прикольно да это кто соколица очень хороший сорт кстати летний у кого нет обязательно себе посадите то ежевика зацвела тоже прикольно ежевика black magic черная магия хоть самый вкусный один из самых на на вкусных сортов ежевики все всем спасибо за просмотр всем пока вот кстати поставил этот фундук кто-нибудь пробовал выращивать вот таким способом напишите в комментариях фундук вырастет или не вырастет 12 стаканчиков поставил у меня там целое дерево надо корчевать и вот я просто не знаю выкорчевать или выкинуть или выкорчевать нарезать черенками будут еще саженцы этом в одном месте у меня растет фундук дерево поэтому собираюсь теплица ставить весной не вот не знаю чё с ним делать все всем пока